Всем привет, дорогие друзья, подписчики, рада вас всех видеть. Хочу разъяснить сегодня ситуацию по фотографии, которую я публиковала несколько дней назад. Для начала хочу показать вам одно видео. Как вы думаете, что изображено на этом видео? Вот знаете, я вам сейчас расскажу. Спустя буквально 10 минут после того, как я публиковала фотографию, вот эту, в своих соцсетях, со мной связалась одна из педагогов из школы Станицы Приближная, которая пояснила мне, и не то чтобы пояснила, она мне позвонила узнать, откуда я взяла эту фотографию. Все потому, что на данной фотографии было запечатлено мероприятие, которое данный педагог назвала учениями, которое проходило в школе Станицы Приближной среди учеников старших классов. Все действующие лица на этом видео, абсолютно все, это дети. Это ученики школы Станицы Приближная, в том числе и те, которые были в военной форме и держали в руках оружие. Она мне пояснила, что у детей было учебное оружие в руках, что они проводили учения, как действовать. Проводили учения, значит, ну, я говорю, хорошо, а чему вы учили детей? Вот вы, ты мне говорите, вы проводили учения, чему вы учили? Она говорит, как действовать при захвате террористами. Я говорю, окей, хорошо, 9-е и 10-е, которые были в роли заложников, вы учили, как действовать при захвате террористов. А тогда, простите, 11-ти классников, вы чему учили? Которые вот у вас были в военной форме, которые у вас в руках держали оружие. Они у вас чему учились? Как захватывать школу? Простите. Чему учились эти дети? Уважаемое управление образования Прохладинского района, педагог, которая мне позвонила, она заявила, что это было ваше распоряжение. Вы там с ума сошли? Вы решили 11-ти классников обучать захватывать школы? Вам мало, что у нас по всей России дети берут в руки огнестрельное оружие, убивают одноклассников? Вы теперь их групповым убийством решили учить? Вы там с ума все посходили, что ли? Сотрудник полиции, который вот в этом участвовал, вот в этом действии сотрудник полиции участвовал, но вы осознавали, в чем вы принимаете участие? Лично я квалифицирую это как преступление. Существует федеральный закон о нежелательной вредной информации для детей. Я считаю, что подобное образование вредно для детей. Вредно учить детей захватывать школы и заложников. Вредно! И это является пропагандой насилия и терроризма. И за это люди должны нести уголовную ответственность. В тот же день, когда ко мне попали в руки эти фотографии и видео, я вызвала полицию и написала заявление. Я хочу, чтобы сотрудники полиции разобрались в данном происшествии и вынесли мотивированный ответ. Что это такое? Что? Мне непонятно! Как это может быть? Как в школе могут учить терроризму? Мне непонятно! И я хочу понимать, что происходит. Потому что я мать. И у меня есть дети. И мне очень страшно, что мой ребенок может оказаться в ситуации, когда его будут учить терроризму. Когда на него оденут военную форму, дойдут ему в руки автомат и будут месяц учить, как заявил мне педагог, который мне звонил, что мы месяц отрабатывали сие мероприятия. То есть они месяц детей учили, как действовать при захвате заложников в школе. У меня просто нет слов на происходящее. Вот эта учительница, которая мне звонила, я не сразу выпустила видео, потому что я сказала, что я ей даю несколько дней, чтобы она могла уйти на больничный, если она чего-то опасается. То есть педагог провел мероприятие, как она сама заявила, согласно распоряжению вышестоящего руководства. Значит, управление образования ЗОЛКа, вероятно, дала это распоряжение. А если нет, то я прошу прощения, это не точная информация, я не знаю, кто дал такое распоряжение. И давал ли вообще кто-то? Это по словам педагога. Но, тем не менее, она опасается ответственности за это мероприятие. Говорит, что меня уволят, а я беременна и 25 недель, и у меня еще двое детей, и нет у меня мужа. Послушайте, зачем вы меня грузите своими женскими проблемами? Объясните, я не понимаю. Если женщина сама приняла решение жить в такой ситуации, когда у нее есть двое детей, она беременна и третьим, и нет при этом мужа, ну я тут при чем? Я тут при чем? Я могу только, ну, по-женски посочувствовать, ну, сочувствую вашей судьбе такой нелегкой. Желаю вам счастья, желаю, чтобы Бог подарил вам любовь, чтобы подарил вам женское счастье, чтобы вы были рады и довольны, и рядом с вами был сильный, надежный мужчина. Больше ничего сделать в данной ситуации не могу. Эта женщина мне говорит, вы понимаете, что, почему, говорит, вам не живется спокойно, да в смысле спокойно, ребят, в смысле спокойно, мне спокойно живется, но я, ну, не могу молчать, да, когда такие вещи происходят, ну, была бы я сирота без роду, без племени, я уже об этом говорила, я говорю и буду повторять. Я бы собрала чемоданы, развернулась, уехала куда-нибудь бы в Чехию, открыла цветочный магазин, жила, наслаждалась жизнью, радовалась этому миру, создавала красивые букеты и не думала бы ни о чем. Но, к сожалению или к счастью, я не знаю, но так уж Бог распорядился, что я родилась здесь, в этой стране, моя судьба, моя жизнь, она неотделима от судьбы России, неотделима от тех, от судьбы тех людей, которые здесь проживают. У меня куча родственников, куча близких друзей, я не могу просто взять и это все вычеркнуть из своей жизни, головы, души, и я думаю об этом, думаю о детях, и о близких, и о всех, в смысле, вот мне не живет, ну, как, я не могу думать только о себе. Это нормально для человека, думать не только о себе. Мне эта женщина говорит, вы понимаете, что вот вы сейчас шум поднимете, будут жертвы, да, говорю, я понимаю, вы понимаете, говорит, что этой жертвой буду я, я говорю, извините, если выбирать между вашими интересами и интересами более 500 детей, которые обучаются в этой школе, то я выбираю интересы детей. Тут дело не в том, сколько людей, сколько конкретно детей принимали участие в данном мероприятии, а дело в том, что сколько детей всего обучается в этой школе, и какие педагоги, простите, учат наших детей, и чему они их там учат. Я ей говорю, вы бы лучше своих детей научили проводить правильно санкционированные мероприятия в защиту своих прав и свобод, правильно, законно научили, научили их политической активности, правильной и законной, не экстремистской, а правильной. Она мне говорит, мы же не можем такому детей обучать митингом, я говорю, окей, отлично вы придумали, митингом детей вы обучать не можете, как проводить их правильно, а терроризму обучать это самое то, красавца. Ну, а чему вы еще, говорю, их обучали? Вы одели на детей военные формы, дали им в руки оружие, абсолютно идентичное огнестрельному, за исключением того, что оно не убивает, но оно выглядит, это учебное оружие. И отрабатывали месяц с ними захват заложников в школе. Чему их учили? Так, может быть, их стоит получить участию в выборах, может быть, их стоит научить правильной политической активной позиции, чтобы никто никогда в нашей стране не мог, не мог манипуляциями разнообразными наш народ провоцировать на бунты и смуты, чтобы люди разбирались реально, что происходит, и понимали, что да, сейчас мы должны все вместе консолидированно выйти и сказать нет, мы не согласны. А вот здесь нам не стоит лезть туда, потому что это вообще какая-то фигня, у нас все нормально, и у нас права и свободы граждан в государстве уважаются, и у нас честные суды есть, и у нас все чиновники работают на благо народа, нам не надо выходить, у нас все хорошо в стране, у нас уровень жизни отличный, у нас учитель позволяет себе 4 раза в год путешествовать по миру, когда у нас врач позволяет каждый год себе покупать новую машину, когда у нас сотрудник полиции позволяет себе, не знаю, построить там огромный дом, потому что у него хорошая зарплата, и в принципе у него все хорошо, и дети у него, и нам не надо идти. А когда надо, действительно надо, когда жопа в стране, и нам надо. А у нас все получается не так. А у нас педагоги обучают в данное тяжелое время, когда очень много насилия вокруг, насилию. Иначе я это назвать и квалифицировать не могу. И, конечно же, я написала заявление везде и всюду, в следственный комитет и прокуратуру, я что могла, сделала, посмотрим, какой будет результат. Но меня еще удивило и поразило то, что родители, родители этих детей, которые принимали участие в данном мероприятии, они молчат, и их это устраивает. Уважаемые родители, вы понимаете вообще, в чем принимали участие ваши дети? Я сейчас говорю конкретно об одиннадцатиклассниках. Уважаемые родители, вы понимаете, чему учили ваших детей? Подумайте об этом, пожалуйста. Я хочу пожелать всем в это непростое тяжелое время мира, добра, любви, чтобы в вашей жизни как можно меньше было смертей, насилия, ненависти и тому подобных дьявольских, сатанинских, никогда не нужных человеку разумному вещей. Пока, всего доброго, пишите свое мнение в комментариях во всем об этом, что вы думаете. До свидания.